Здравствуйте, меня зовут Константин Сокохин. В этом видео я расскажу вам о том, почему не нужно экономить на создании сайта в интернете. Люди часто заказывают сайты за 1500 рублей и меньше, либо же ищут какие-то пособия, как сделать сайт самостоятельно. И есть продающий сайт, который стоит действительно дорого. В чем разница и почему на этом не нужно экономить? Нужно понимать то, что сам сайт, который вы закажете, независимо на какую сумму, не будет приводить клиентов. Чтобы у вас были посетители на сайте, а из посетителей и сделается целевое действие, продажа, целевой звонок, либо форма обратной связи, только делается из того, что на ваш сайт приходят посетители. Откуда они могут идти? Первое – это SEO. SEO – это поисковая оптимизация, продвижение сайта в поисковых системах естественным образом. То есть не рекламы. Это то, что вы вводите запрос в поисковой системе и видите сайты, которые там отображаются в выдаче. Это и есть те сайты, которые были продвинуты в поисковых системах по SEO. Все это продвижение и поисковая оптимизация сайта. Второе – это реклама. Вам необходимо будет в любом случае использовать оба этих инструмента для того, чтобы продвигать свой сайт и привлекать новых посетителей. Сразу же скажу то, что если вы заказываете разработку сайта за 1500 рублей, либо еще меньше, то на 100% он не будет SEO оптимизированный. То есть в принципе вы уже сразу же не добьетесь никакого эффекта, если будете продвигать твой сайт в поисковых системах, если он у вас не оптимизирован. А почему он не может быть оптимизирован? Потому что это долгая работа по сделать аудит сайта, сделать продающую структуру, исправить все ошибки и только все потом это применить, сделать сайт для продвижения в поисковых системах. Самое простое, я скажу, что нужно для продвижения сайта по SEO – это составление семантического ядра. Семантическое ядро – это подбор целевых запросов для вашего сайта, которые будут конвертировать ваших посетителей, ваших клиентов. Просто сама услуга, семантическое ядро, заказать такую услугу стоит 50 долларов. То есть 50 долларов вы дадите только за то, чтобы проанализировать вашу тематику и отберут список фраз для продвижения по SEO. Почему это так долго и дорого? Потому что нельзя использовать все подряд запросы. Если вы отбираете, например, в вашей теме их можно набрать только 100, либо 200, для продвижения достаточно отобрать их в порядке от 50 до 100. Здесь необходимо определить конкуренцию ваших запросов, оценить, сколько посетителей на сайте вы получите. Все это входит в услугу составления семантического ядра, которая только отдельно стоит 50 долларов. Здесь за 1500 рублей вам не сделают данную услугу, потому что по времени и по сложности работа она сопоставима со стоимостью самого сайта. Поэтому вы не сможете продвигать ваш сайт по SEO. Реклама. Переходим к следующему элементу. Реклама. А реклама это то, что будет крутиться ваша реклама, независимо от того, насколько качественно сделан ваш сайт, насколько качественно он оптимизирован. Вы платите деньги, платите фиксированную стоимость за посетителя, причем она не дешевая в зависимости от конкуренции вашей ниши. И в любом случае вы будете получать посетителей на ваш сайт. Давайте посмотрим то, что вы выбрали, к примеру, бюджет на контекстную рекламу. Контекстная реклама в 10 тысяч рублей. И привели за этот счет по 10 рублей, к примеру, тысячи посетителей. Тысячи посетителей вы за 10 тысяч рублей смогли купить на ваш сайт. Но если ваш сайт сделан не по продающей структуре, если там нет продающих элементов, о продающих элементах я уже рассказывал в одном из видео данного курса, поэтому вы можете с ними ознакомиться, то просто эти посетители зайдут на ваш сайт, может быть что-то почитают и уйдут. Никакого эффекта они вам не сделают. Они купят товар, не закажут, не заполнят форму, не отправят вам заявку. Либо это будет очень незначительно, что даже не окупится это. Просто потому, что нет у вас продающей структуры на сайте, и вы просто истратите держать пустую. Заказывая разработку некачественного сайта, при этом сразу же замечу, что очень часто они обещают, что сайт действительно будет приводить новых клиентов в ваш бизнес, что сайт будет генерировать просто очереди. Да, эти очереди могут быть. Да, если вы потратите 10 тысяч, вы действительно создадите очередь из тысячи посетителей на ваш сайт, которые просто будут в пустую потрачены. Они ничего вас не купят. Вы можете сами в этом убедиться, если посмотрите видео по продающим элементам, посмотрите, что необходимо размещать на сайте, чтобы он действительно продавал. Поэтому, если вы заказываете разработку дешевого сайта, вы, мало того, что уже заплатили 1500 рублей, хоть это и незначительные деньги, в этом здесь нет ничего большого, 1500 рублей это не деньги для организации, они готовы их потратить, но они себе подставляют под еще большие траты, потому что затраты на поисковое продвижение SEO очень недешевые. К примеру, продвижение одного запроса в месяц только может обходиться. Один запрос, напишу, продвижение по SEO только одного запроса, один запрос по SEO может обходиться от 100 рублей до нескольких сотен тысяч рублей, если это конкурентные регионы, такие как Москва и конкурентные темы. Только один запрос, вы будете тратить такие деньги, как мы уже посмотрели в семантическом ядре, у вас должно быть около 50, иначе трафик у вас не будет. И все эти запросы, вы будете продвигать ваш сайт по этим запросам, направлять посетителей на сайт, а эффекта у вас не будет. Не будет продаж, потому что сайт не оптимизирован для этого, вы просто потратите деньги, сольете бюджет впустую. Естественно, этого не будет, если вы заранее продумаете всю структуру, которая есть на продающем сайте, об этом я тоже говорил уже в одном из видео, аватар клиента, составление семантического ядра, то есть грамотно подобранного ядра целевых непосредственно запросов для вашей аудитории, рассчитанная стоимость этих запросов, выведение, время попадания вашего сайта в топ-3 поисковых систем, сколько денег вам на это понадобится, сколько времени, какой результат, какая сдача. Только это все просчитывается в рамках продающего сайта, которые не позволят слить вам в пустую бюджет. Запомните, что вы не будете удовлетворены работой от сайта, если он у вас не продающий, просто можете слить деньги и на SEO, поисковые продвижения, и на контекстную рекламу, либо другой метод рекламы. Поэтому на создание сайта вам не нужно экономить. Оставляйте комментарии к данному видео и расскажите о том, продвигаете ли вы сайт в поисковых системах, какие результаты вы уже смогли достигнуть, используете ли вы рекламные каналы и задавайте свои вопросы по теме о том, как лучше бы вы хотели продвигать свой сайт и каких больших результатов можно достигнуть, используя разные рекламные каналы. Продолжение следует...